Марк Твен «Приключения Геккеля Берифина» Писатель поистине огромного таланта, непревзойденный мастер американской прозы XIX века, классик мировой литературы. Но вот лишь немногое, что можно сказать о Марке Твене, создателе принца и нищего, сатирических шедевров, но прежде всего в великом Томе Сойере и Геккеле Берифине. Твен родился во Флориде, штат Миссури. Проведя детство в расположенном на Миссисипи городке Ганнибал, впоследствии ушел из дома и в скитаниях по стране сменил несколько профессий. Был речным лоцманом, старателем на серебряных и золотых приисках и журналистом. Настоящая фамилия Марка Твена была Клеменс. Свой псевдоним писатель взял из терминологии и речной навигации. Вы крик «Марк Твен», то есть «Марка-2» означал, что достигнут уровень воды, достаточный для прохода судна. Твен плавал лоцманом по реке Миссисипи до 1861 года, когда началась гражданская война между Севером и Югом. Потом он жил недалеко от Миссисипи, странствовал по свету и случалось, годами не бывал у себя на родине. Но он все так же любил свою реку, на ее берегах он вырос, он знал на ней каждую излучину и каждую пристань, знал сонное цепление приличных городков, где приезд нового человека – целое событие, знал их обитателей, простодушных, доверчивых людей, с их тихими радостями и однообразными заботами. У Марка Твена было нелегкое детство, ему рано пришлось заботиться о своем обеде и паре крепких башмаков. С юных лет в нем проявилось замечательное свойство – всюду в жизни находить смешное, смеяться и над собственными невзгодами, никогда не вешать носа. Чувство юмора не раз выручало Твена в трудные дни. Он и писать начал потому, что из него ключом бил юмор. Повесть «Приключения Геккель Берифина» увидела свет в 1885 году. Сам Твен сознавал, что «Геккфит» – книга гораздо более сложная и совсем не такая радостная, как Том Сойер. Для писателя эта повесть была попыткой выразить свои суждения об Америке. Его не страшило, что в этих суждениях много горечи. И вместе с тем Твен стремился воплотить главную мысль своего творчества о том, что источники душевного благородства никогда не иссякают, и по этому человеку по силам совладать с самыми трудными ситуациями, в которых он оказывается. После выхода книги многие тогдашние критики обвинили писателя в том, что он не видит в американской жизни ничего светлого и жестоко осмеивает порядки, заведенные в стране. Требовали даже запретить подросткам читать эту книгу. Но читатели приняли повесть с восторгом. И в Америке, и в Европе слава Твена никогда не была так велика, как после появления Гека Фина. В России поезд перевели в тот же год, когда она появилась на родине Твена. Приключения Гекеля Берифина – это классическая американская романтическая история. Книга рассказывает о жизни мальчика Гекеля и его друга, раба по имени Джим в Америке в XIX веке. Герои пытаются бежать от своих проблем и невзгод, отправляются в долгое и опасное путешествие по реке Миссисипи. Во время своего путешествия они сталкиваются со многими препятствиями и опасностями. Но, несмотря на это, они находят силы продолжать дальше. Приключения Гекеля Берифина – это не просто история о приключениях. Это книга, которая заставляет задуматься о жизни и о мире вокруг нас. Книга продолжает завораживать маленьких и больших читателей по всему миру. Ведь герой этой повести убиан, добр, умеет по-настоящему дружить и знает цену людям. Самостоятельность и сообразительность, свободолюбие сделали Гека Фина одним из самых любимых героев подростков разных стран.